Анатодос, ана Стивен. Оля, инара, оля, чикос. Стивен, что вот такого интересного сегодня нас ждет? Сегодня мы будем продолжать с условной наклонения, да, вторую часть. То есть на прошлом видео мы рассматривали именно настоящее или будущее, даже императив. А сегодня мы будем рассматривать условные наклонения с прошедшего времени. Это тема, номер какая по учебнику? Девяносто два. Давай посмотрим. Видно, да? Видно, да. Супер. Давай посмотрим вот этот пример, да? Если я бы нашел работу, я бы поженился. Интересная связь. Да. И еще один. Если мы получаем деньги, мы идем в Кариб. Если у нас было бы деньги, мы бы поехали в Кариб. То есть здесь мы используем претеррито к цельцу пунктиву для того, чтобы выражать условные наклонения. Да. То есть на первом примере мы выражаем условные, которые может быть возможность, да? То есть она более-менее реальная. Возможно, чтобы она извлечься. Вероятность, чтобы она извлечься, она большая. И вот, соответственно, вот у нас есть наказарья, да? Я бы поженился, а у нас последствия. На втором примере у нас есть пример или условные, как ипотетические. Гипотетические. Да, гипотетические. То есть мы не знаем, она извлечься или нет, да? Есть вероятность или нет. Возможно, никогда не выдаст деньги. Да. И вот поэтому здесь мы сделаем отличия между вот этими дверями. То есть есть, когда боль, есть большая вероятность, что используется. И когда говорим гипотетично. Хорошо. Давай тогда смотрим. Как мы это можем устроить? То есть какая форма есть? Конечно, мы будем использовать всегда «си» для условий. Это как на русском «если». «Си» и мы будем использовать «претерито». «Перфектно». Это все функтивно. И потом идет, конечно, наше последствие. Наши, не последствия, а условные. Давай посмотрим. Если Алисия dejала el coche, да? Вот у нас наши условия. Если Алисия бы оставила, ажину, здесь у нас наши последствия. «Те llevaría a la casa». Я бы тебе давился, да мой, да дома. То есть здесь мы использовали «ме» «дехара», да? То есть у нас время «претерито» и «перфектно». Прошедшее время, да? Понятно или нет? Понятно, понятно. Все максимально понятно. А вот когда мы начинаем делать упражнения, ни хрена не понятно. Смотри, да. На первом части мы будем использовать «супфунктиву». «Инперфектно». А на втором части мы будем использовать просто условия. «Ме девария». В основном условия всегда закончат на «ия». «Те llevaría a la casa», «a casa». «Те llevaría a casa». Например, еще. «Си Альберто fuera más alto», «если бы Альберто…» «если Альберто было бы…» Да, «если бы Альберто был более высокий». «Если бы Альберто был более высокий». Да, то есть здесь на первом части «супфунктиву». «Претерито». На втором «серия» будет у нас условное, простое условие «серия». Это у нас верба «сер». «Более-менее», как идет конструкция. Да, понятно. Вообще, в плане конструкции испанский язык максимально понятен. То есть мы будем использовать при реальном ситуации, да, или когда есть очень сложный язык. Мы будем использовать в реальном ситуации, да, или когда есть вероятность, чтобы она исполниться, вот эти условия. Или какое-нибудь ипотетическое или нереальное. Давайте тогда сделаем сравнение, да, между вот этими двумя, как мы можем их отличить. Первый, да, если вот ситуация реальная, да, она, возможно, она исполниться. «Окей, «Си Вене Марга, нас лопасаремус Вен». Если Марга придет, мы будем хорошо проводить время, или нет?» Да, да. «Мы будем хорошо проводить время». То есть он думает, что, возможно, она придет. То есть это реально, что есть возможность, что она придет. Стивен, у меня вопрос, значит, ло. Здесь ло идет о чем речь? О том, об этой ситуации, да? Да, 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 время, которое будет проходить вместе. То есть если она придет, «Нос лопасаремус Мой Пен». То есть время, которое мы будем вместе проходить. То есть он думает, что это и есть возможность, чтобы Марга придет. Давай посмотрим. Ситуация нереальная. Или реальная, но невозможно. Импосибли. Импробабли. То есть маловероятность. «Си Венера Марга, Нос лопасаремус Пен». Вот здесь у нас «Си Венера Марга, Нос лопасаремус Мой Бен». То есть на первую часть у нас есть ретритовый субъектив, и на втором условие. И я. Нос лопасаремус Пен. То есть он думает, что вероятность, чтобы Марга пришла, и приехала, очень сложно. Маловероятность. Давай еще один. Знаешь, как мы по-русски это говорим? Мы говорим, «Если бы Марга пришла, мы бы хорошо провели время». В этом случае мы говорим «если бы». Да? Да. Сейчас я подумаю. Если Марга придет, вот даже по-русски так же, если Марга придет, мы проведем классное время. А вот если... Это больше в первые случаи, знаешь. Да, да, да. А вот если бы, вот мы используем «бы» и еще влагол «в прошлом времени», если бы Марга пришла, мы бы хорошо провели время. Да, то есть это у нас, это как мы бы использовали субфунктиву. Да, да, да. Мы воображаем в этом случае ситуацию. Да. То есть мы воображаем в этом случае ситуацию, которая маловероятна, да? Круто. Отлично. Да, еще и смотри, здесь на первом случае у нас есть настоящее время. Да. Да. Все в день. Это в день. Идет. Окей. Давай еще один упражнение. Реальная ситуация, да? Если будет хорошее время завтра, то мы можем прогуляться. Да, здесь мы говорим «настоящее время», но причем мы выражаем будущее. Если будет хорошее время завтра, то есть она думает, что возможно завтра будет хорошая погода. На втором, да, ситуация нереальная или эпатетичная. Если бы была хорошая погода, то мы бы прогулялись. Да, круто. Да, здесь мы как раз по картинке видим, что за окном дождь. И если бы... Да, да. В этом случае мы опять... Мы используем сослагательное наклонение, это называется в русском языке. А если бы погода была хорошая, мы бы пошли гулять. Круто. Огонь. Хорошо. Давай тогда посмотрим, на которые упражнения. Давай. Давай вот так. Аора риамус, мас, си, но, гастарамус, танто. Блин, я даже перевести не могу. Аоррар. Да, это у нас логоль аоррар. Накопить или сохранить. В данном случае мы спрят деньги. Это может тоже пора время. Аорарьямус. Сейчас. Здесь у нас субхонтива, правильно? Да. Если бы, да? Здесь, здесь не... Аор. Какой бы? Здесь, блин. Гастарамус. А, нет, здесь условные. Условные, условные, условные. Здесь условные. Гастарамус. Гастарамус. Да. Да, пресент. Здесь условные. Так, сейчас, сейчас, переведи, пожалуйста. Я не хочу мучиться. Аорарьямус, мас, си, ну, гастарамус, танто. Мы бы больше, мы бы накопили больше, если мы бы не тратили столько. Так, по-русски это разве не звучит? Если мы... О, господи. Мы сохраним, вот по-русски, если это не субхонтива, да? Мы сохраним больше, да? Мы накопим больше, если не будем тратить, или, точнее, если не тратим, да? Если вы... Вот мы говорили, если не тратим, мы говорим, если не будем тратить столько. Да. Смотри, еще помнишь, что, например, может быть первая часть и идти впереди? Да, это я помню. Это сейчас больше вопрос про перевод, да, про аналог в русском языке. Как мне кажется, в русском языке мы скажем, мы бы... Ой, извините. Не сослагательное наклонение, да? Потому что сослагательное наклонение это больше субхонтива у вас. Если мы... Соответственно, по-русски мы здесь, скажем, мы сохраним, мы накопим больше, если не будем тратить столько. Да, настоящий. Хорошо. А менудо это меньше, да? Менудо это часто. Ты можешь меня удалить из друзей и вообще заблокировать. За то, что такое простое слово забыл. Так, бибир это жить, правильно? Да. Так, жить более близко. Ага, мы бы виделись больше, чаще. Супер. Мне кажется, мне кажется, здесь субхонтиво. Какой? Ага, си вибирьямос мас серка, нос вьерамос мас а менудо. Не. Господи. Си вибирамос мас серка, нос беріямос мас а менудо. Так, ты выбрал первое и второе, да? Да. Или первое-первое? Первое и... Первое-первое ты выбрал, да? Можешь по-времені вам объяснить, пожалуйста? Си вибирамос да, это у нас условно, здесь вибирамос здесь у нас субхонтиво. Си вибирамос, да? Си вибирамос мас претеритто имперфекту субхонтиво. Си вибирамос мас серка, да? Нос беріямос мас а менудо. Да, потому что это какой они далеко живут и вероятность, чтобы они меняли дома, только что вибирчаши, то есть небольшое. Маловероятно. Маловероятно. Значит, я, в принципе, сразу поняла, что это субхонтиво, но я просто не ту форму выбрала, правильно? Не ту. Да-да-да. Я просто не ту форму выбрала, правильно? Да. Правильно. Хорошо. И в первой части субхонтиво, во второй части у нас геріямос. Да. Это кондициональ. А, потому что бери-я, ты же не говорил, Господин. Ладно, так прогрессируем, так мы учимся через ошибки. Хорошо, все понятно теперь. Спасибо тебе большое, Стивен. Так, окей, сейчас я сначала пойму, что они тут хотят. Это что за глагол? Ариэс. Асер. Делать. Так, что делать, если сегодня не... Что сегодня не? Тенер. Тенер. Иметь? Нет, не тенер. Тенер-ке. Помнишь? Тенер-ке? Как дольщина. Если сегодня должна идти в офис, Так. Я смысл хочу понять. Что будешь делать, да? Что ты бы сделал. То есть опять маловероятно. Так, Ке и Сиерас. Здесь Ухативо должна быть. Здесь Ке Ариас. Это какое время? Субъюнтиво. Субъюнтиво это у нас Ариэс, да? Угу. Окей. Ке Ариэс Си ОЙ НО Тендряс Ке Ир А Ла Офисина. Ту Верас. Капец! Можешь просто заблокировать меня? Все, мы закрываем канал, ребят. Все, все зря. Ке Ариэс Си НО Тубь Ир А Ла Офисина. Что ты бы сделала, если сегодня тебе не понравилось, приходи в офис. Значит, субфунтиво это у нас Ариэс, да? Смотри, здесь Тубь Раз. Здесь у нас Тубь Раз, субфунтиво, да? И условное слогательное наклонение Ариэс. Ке Ариэс Си НО Тубь Раз. Извини, но я решила тебя проверить, и ты прав. Да, можешь сейчас объяснить, пожалуйста, почему? Почему что? Сейчас, это опять маловероятно, что сегодня не нужно вопрос, поэтому в первой части мы используем субфунтиво. Да. А во второй части? Нет, на втором части мы использовали не субфунтиво, а с АСЕР и СЕРА. Час, час, час. Первая часть, на первую Ариэс, это у нас идет слогательное, то есть кондициональное. Первая часть идет у нас кондициональное Ариэс, и на вторую часть это у нас субфунтиво. А, наоборот. Да, поэтому я говорю, что можно их местами помнить. Да, да, да. Можно тоже сказать, если ты не ходишь в офисе, то Ариэс. Да, 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 извини, да. Здесь тогда все понятно, почему там Тубьерас, а здесь Ариэс. Окей, все понятно, все, все, буду внимательней. Спасибо тебе большое на то, что указал на эту ошибку, ребят, внимательней, пожалуйста. Ну, поначалу, понятно, потом уже привыкнете. Так, и напомню, да, что мы вам снимаем эти видеоуроки по грамматике, чтобы вы больше грамматику, скажем, а на уроках, скажем, больше конструировали внимание на говорении, вот, а не на том, чтобы сидеть и разбирать эти грамматические упражнения. Хорошо. Офресер, что такое? Предлагат. А, офрер. О, ничего себе. Значит, если мне предложат одну работу в Мексике, то я ее приму, да, получается? Да. Сейчас. А, супер, здесь, в принципе, это возможно же, правильно? Поэтому если мне офресер у траба в Мексике, то я aceptaría. Очень хорошо. Твои труды не зря, не зря. Наконец-то. Да, наконец-то меня дошло, блин. Так, ребят, то есть, это про то, что я торможу так сильно, это про то, что я очень-очень хорошо знаю грамматику английского языка, и она все-таки схожа, и все равно я торможу, да, поэтому не переживайте, если вы что-то не сразу понимаете или понимаете вообще там через 150 лет, это нормально, да, это учебный процесс. Так, эсферсо, что такое? Труда. А? Так, труд. Делать труд? Да. А про бар что такое? Сдавать. Сдавать именно имеется в виду, да, если бы все трудились, то все бы сдали. Сдали экзамены, а, все понятно, ага, значит, это, значит, у нас, соответственно, маловероятно, да, видимо, что-то они уже, они, видимо, уже не сдали экзамен, да, им говорят, если бы вы трудились, вы бы сдали, да, все бы бы сдали, поэтому здесь мы используем сейчас в первой части subjuntivo в второй части, в второй части, как называется это? Condicional, condicional. Так, si harían un esfuerzo a probarian todos. То есть, si hicieran. Это subjuntivo? Si hicieran. Arias, Arias, Arian. Si hicieran, hicieran un esfuerzo a probarian todos. Да, на subjuntivo. Si hicieran. Опять проверяешь, да, извини. Ты же ученый, ты тоже что делаешь, правильно? Я тоже себя проверяю. Да, молодец. Но я уверен, si hicieran un esfuerzo a probarian todos. Ну, хотя бы во второй части, Второй части, это на subjuntivo. Да, да, да. Ну, я же правильно выбрала? Исиеран, да, ты прав. Исиеран, ты прав. Конечно же. И слава богу. Так, Исиеран, это на subjuntivo. Да. Хорошо. Хорошо. Ладно, значит, мне нужно... Смотри, что ты понимаешь, если я тебе говорю? Si arjen, un esfuerzo. Я реально до сих пор путаю из формул глаголов из формулы языка. Я бы не сказал, что это, ну, не именно... Будущее? Да, как будущее. Да, да, да. Смотри-ка, все равно интуитивно понимаю, откуда ты. Ладно, круто. Надо мне тоже пересматривать наши съемки, наши видеоуроки по грамматике. Вот. Как всегда, практика доводит до идеала, да? Повторением от учения, точнее, в этом случае. Так, если, если, так, Ганс изучал бы испанский, он бы работал в нашей компании, да? Он бы мог работать в нашей компании? Да. Он будет работать в нашей компании или он бы мог работать в нашей компании? Он бы мог. Тогда здесь опять un subjuntivo и скондиционально, да? Да. Si arjen, и вы говорите arjen. Hans. А, в этом случае hans, потому что иностранное имя, скорее всего. Это же, наверное, антличан. Ну и немец. В общем, потому что это иностранное имя, поэтому вы проговариваете ханках. Если бы Hans изучал испанский, si Hans os aprendiera espanol podría trabajar en nuestra impresa. Точнее, в этом случае, слава тебе. Слава, слава. Так, очень интересный урок вообще. Обожаю. Я все больше люблю грамматику испанского языка и только благодаря тебе, потому что реально, в всех школах иностранных языков многие ученики бросают изучение испанского языка с. По-любому все бросают после субхантива, потому что учителя не могут объяснить нормально, когда я эту статью прочитала. Причем, неважно, во всем мире такая кандемия среди иностранцев. Поэтому я решила, что да, мы должны помочь людям и снимать видеоуроки по грамматике. Ребят, мы ждем ваши комментарии, вообще, насколько вам полезны наши уроки. Очень будем благодарны, если вы будете делиться ими с всеми, кто изучает испанский язык, помогите им, пожалуйста, в этом. Ждем вас на наши уроки онлайн по скайпу с нашими учителями из Испании, Латинской Америки. Если вам будет повезло, попадете к нашей звезде из Коломии. Вот. И, профессор, скажите, пожалуйста, что мы будем отличать следующий раз? Следующая тема будет инфинитива. Инфинитива. Тема 93. Мне кажется, она простая, да? Да, она простая. Инфинитив везде простой. Вот. Ну, с нетерпением ждем. Наконец, чего-то легкого. Иногда логику порядка уроков тем в этом учебнике я не понимаю. Вот. Но это неважно. Меня никто не спрашивает, да? И, ребята, очень будем благодарны финансовой поддержке нашего YouTube-канала, да, чтобы мы могли продолжать снимать уроки, в принципе, да, чтобы мы, знаете, последние деньги на это свои не отдавали. Вот. И gracias. Adios, amigos y amigos. Adios, chicas. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok